Возвращаться приходится назад. Васильев, не глядя, делал передачу. Здесь Владимир Петров оказался уже. Он с партнерами выходит на лёд. Мощный бросок из-за синей линии. А это Бобби Кларк. Не проходит диагональная передача через среднюю зону. Ляпкин. И Сержсавар. Элис. Рон Элис, Бобби Кларк и Пол Хендерсон. В общем, звено, во многом благодаря которому удалось канадцам переломить ход серии. Я напомню, что в предыдущих двух матчах именно Хендерсон забрасывал решающие шайбы. Ну и вот их роль и роль ещё, наверное, Фила Эспозита трудно переоценить. Они действительно на протяжении всех этих восьми игр были лидерами канадской команды. Равная достаточная игра идёт в конце первого периода вбрасывание ворот Драйдена. Не велась тогда статистика вбрасываний. Ну вот визуально, если следим мы за этим элементом игры, всё-таки было определённое преимущество у канадцев. У них следует сказать, до сих пор оно остаётся в большинстве турниров, в большинстве матчей. Потому что по-прежнему этому элементу игры, обучению этого элемента игры, гораздо больше внимания уделяют именно в Северной Америке. Последняя минута первого периода пошла, прозвучало соответствующее объявление судьи-информатора. 2-2. Напомню, что первые три шайбы были заброшены при реализации лишнего. Якушев, Эспозито и Лупченко отличились. И затем Брэд Парк восстановил равновесие на 17-й минуте. Положение вне игры. Ну вот канадцы с флагами. Советских флагов, кстати, не было на трибунах. Мальцев против Эспозито на точке вбрасывания. Снова канадец преуспевает. Однако шайба оказывается в зоне гостей. И Бергман. Ну вот Драйдену приходится вступать в игру. Ну, рановато, пожалуй, арбитр свистнул. Драйден тут же шайбы расстался, но решил уже судья встречу остановить. Концовка периода. Опять мы видим, что выходят Хендерсон и Элис вместе с Филом Эспозито. Нет, не Хендерсон, а Пит Маховлич появился под 20-м номером. Для него, кстати, серия-то сложилась не лучшим, наверное, образом. И для него, и для его брата Фрэнка. Маловато забивали они. Ну, так или иначе, первый период. Ничья 2-2. И вот при таком счете соперники отправились на перь. Вторая 20-минутка восьмого матча супер-серии 72-го года. Начинает ее звено Шадрина у советской команды. И смешанный вариант у канадцев. Денниса Халла мы видим. И тут же, тут же Шайба оказывается в зоне гостей. И Вячеслав Анисин начинает эту атаку, а забивает Владимир Шадрин. Вот это бросок Якушева. Бросок, после которого Шайба совершенно неожиданно отскочила от сетки за воротами. Тогда же не было оргстекла. И, кстати, очень любопытный момент. Канадцы долго очень на одной из своих тренировок, или, точнее сказать, перед одной из своих тренировок, бросали Шайбу вот туда за ворота, чтобы изучить, как именно Шайба эта будет отскакивать. Где можно ее ждать. И пришли к выводу, что отскакивает она совершенно непредсказуемо. Ну, вот именно так и получилось в данном случае. Кен Драйден явно не ожидал, что окажется она снова на пятачке перед ее воротами. Ну, а Шадрин как раз отскок этот сумел подкараулить. И вновь сборная СССР впереди. 3-2. Ответ. Канадцев Третьяк, выкатившись из ворот, очень хорошо ликвидирует эту угрозу. Вы посмотрите, какая уже открытая игра пошла. Атака на одни ворота, атака на другие. Почти не задерживается Шайба в средней зоне. И почти каждая атака завершается броском поворота. Постоянным напряжением и Третьяк и Драйден. Кларк на сей раз сбрасывание проигрывает. Хендерсон у бортика. За ворота здесь Васильев. И удается начать атаку на советской команде. Анисин получил шайбу от Якушева. И пытался Якушеву же ее на пятачок доставить. Снова Анисин. Его постоянные партнеры по звену, Александр Будунов и Юрий Лебедев, провели всего по три матча серии. А Анисин появлялся едва не во всех матчах. Лишь в одном не попал в заявку. Не в последнюю очередь это было связано с тем, что получил травму уже во втором матче Евгений Зимин. На тот момент один из сильнейших советских нападающих. Конечно, серьезная потеря была для советской команды. Ну и вот вынужден был в завинок Якушева и Шадрина, и все вот бобров, и уставить Вячеслава Анисин. Ни на секунду не останавливается Гарри Синдон, наматывает там километры за скамейкой своей команды. Ну и пока, надо так понимать, не устраивает его в течение игры, особенно счет, который на табло. В третий раз советская сборная вышла вперед. Уайт переводит на другой край, Хаус здесь бросает, и от долина Владислава Третьяка шайба покидает на пределы поля. Всеволод Бобров на скамейке советской команды Николай Карпов. Рядом с ним тоже. Он был в штабе. И Александр Сидельников, резервный галфикер, который как ни разу и не появился на льду. Ну а вот третья ответная шайба канадцев. Билл Уайт решил бросить из совершенно неудобной, казалось бы, позиции. Смотрите, вот чуть не у бортика получает шайбу. Партнер его, это был Джилберт, и Уайт подставляет клюшку уже на пятачки. 3-3. Идет 31-я минута матча. Уже по сюжету достаточно все интересно. То ли будет еще впереди. Ошибки в передачах мы видим у той и у другой команды. Но, естественно, когда такие скорости включены, совсем без погрешностей невозможно. Ну и вот выход один на один Джилберта, который ликвидирует Владислав Третьяк. Маловато, конечно, у него было пространства, но, во-первых, вот здесь удалось отбиться. Точнее, здесь Джилберт просто не попал по воротам. Но тут же, смотрите, в два паса выводит канадца снова Джилберта к воротам. И тот, казалось, уже обыграл голкипера, но положил клюшку на лед. Руку Третьяк и шайбу остановил. Пит Маховлич. Сейчас он с Ротелем и Джилбертом. Ну, у канадцев, напомню, еще покинул лед Паризе до конца матча. Сам его дебюте, так что волей-неволей пришлось новых партнеров искать, Джилберту и Ротелю. Ну, а вот Ротель шайбу упускает, и ответ два в одного у советской команды. Ну, и теперь уже выручает Драйден, который успел очень хорошо переместиться, и бросок Бориса Михайлова не пропустил. Хотя все вроде было сделано правильно, посмотрите. Передача следует все временно, и Михайлов бросает сходу. Что очень важно в таких ситуациях. Тем не менее, Драйден подставляется. Подает бросок. Гарри Бергман. А это Владимир Шадрон. Ну, а вот здесь и Драйден бессилен. Практически с вбрасывания шайба отскочила к Александру Якушеву, а того забыли на дальнем пятачке. Шадрин отбросил шайбу, а уже движение навстречу ему сделал Брэд Парк, и шайба мимо него прокатилась, и у Якушева оказалась. 4-3. В четвертый раз сборная СССР выходит вперед. Для Якушева это уже седьмая шайба была в суперсерии, и он стал самым результативным игроком советской команды по ее итогам. Как по заброшенным шайбам, так и по формуле гол плюс пас. 7 плюс 4 было у Александра Якушева в 8 матчах. 8 минут до конца второго периода. 4-3. Сборная СССР выигрывает. И вот Хендерсону не зря показывают. Кстати, вот если Якушев был самым результативным в составе советской сборной, то Хендерсон вторым был у канадцев после силы Эспозито. Характер игры не меняется. И, кстати, советская сборная в тех эпизодах, когда удается выйти вперед, не закрывается, продолжает играть в свой хоккей. Элис пытался на Кларка сделать передачу. Сразу три игрока советской сборной там готовы были прервать. Новая попытка. Здесь в положении вне игры оказался канадский игрок, поэтому, собственно, трогать шайбу не стал. А вот неожиданно тут растерялся Владимир Петров. Бросил к своим воротам. Третьяк был внимательен, к счастью. Силут Бобров. Вот видите, смены делает после того, как выходит на лёд уже канадские игроки. Пытается он такую игру Звеник затеять. Вот сейчас против Эспозито и его партнёров выходит Михайлов Петров-Блинов. Борис Михайлов и Петров. Бросок. Здесь Драйден достаточно легко справляется, а Лак-Пойнт отбрасывает шайбу в углу площадки. И снова бросок. Вот теперь перед третяком шайба выскатывает на пятачок, но он-то как раз готов к этой ситуации, словно ждал её там. И ловко подхватил ловушку. Виктор Кустин, впоследствии, именно он был капитаном советской сборной в долгие годы. Пошли канадцы в очередной раз отыгрываться. Гусев хорошо поработал и клюшкой, и коньками. Шайбу выбросил к красной линии, но здесь успели уже вернуться канадцы. И Савар останавливает игру. Кстати, по нынешним правилам, за такое удалить могли, потому что рукой под себя шайбу подгрёб, но тогда в этом отношении законы хотейные были гораздо либеральнее. И удаление, кстати, обратили внимание, стало гораздо меньше. Ну, собственно, у судей не так много и поводов было удалять во втором периоде, так что успокоились, во-первых, игроки после такого кипения страстей в самом начале матча. Вернее, сказать, не успокоились, а заставили себя избегать вот этих самых ненужных нарушений. И, соответственно, у судей стало меньше поводов ошибаться. В чужой зоне советской сборной, посмотрите, какой момент, и Юрий Блинов должен был сейчас, обязан был делать счёт 5-3, но спас канадцев никто иной, как Фила Спазита, который из пустых ворот шайбу вывел. Комбинация была блестящая, и Блинов здесь сыграл, посмотрите, как тонко, как красиво обыграл Драйдена, и вот всё, уже гол, нет. Фила Спазита. И на чужом, и на своём пяточке он играет. Продолжает советская команда атаковать, цыганков, передача к синей линии, а здесь нет никого. Проброса нет. Ну, а вот такие ошибки, конечно, допускать непозволительно в подобных матчах, да вообще в каких бы то ни было матчах, просто был небольшой подарок. Ротелю, к счастью, для советской команды свой шанс он не использовал. Ну, а вот удалений мало, но они всё-таки есть во втором периоде. И вот одно из них. Это Степлтон. Сзади ударил соперника локтём и, соответственно, отправился на скамейку нарушителей. Уже, напомню, трижды численное преимущество было реализовано в этом матче. Ну, и вот ещё один шанс. Харламов, Мальцев, Якулов. Вместе с ними. Защитники. Цыганков. И Лученко. Передача Цыганкова как раз своему партнёру. Лученко шайбу не остановил. Набрал скорость Мальцев. Поддержал Харламов хорошо эту атаку. Ну, вот эта передача, наверное, не самая удобная была. Слёта Мальцев по шайбе не попал. Цыганков поперёк. Туда на пятачок. И опять канадцам удаётся отбиться. Ну, и вот почти минуту удаление Степплтона, они уже отыграли. Опять Мальцев. Очень цепко. Он против него действует. И опять шайба выброшена. Смена происходит по ходу игры. Тогда, кстати, ещё, в общем, не так здорово умели меняться вот именно во время игровых эпизодов. Ну, в данном случае было легче советским хоккеистам, поскольку лишний игрок у них на льду. Выходит звено Шадрина, Якушев, Васильева. Сам занимает позицию защитника. Ещё сейчас удаление будет у канадцев. Отложенный штраф. Но до этого дела не доходит. А у судьи, обратили внимание, была поднята рука. И вот сейчас, кроме всего прочего, ещё не очень здорово, не очень вежливо, скажем так, поступил защитник канадской команды. Это был Уайт, который бросил шайбу в орбиту. Ну, а там, на самом деле, помог случай сборной СССР, потому что Васильев набрасывал шайбу на пятачок, она попала в клюшку защитника, и от неё отскочила в ворота. Но, так или иначе, гол забит, численное преимущество вновь реализовано. 5-3 за 3 минуты до конца второго периода. Теперь мы видим эпизод, когда уже удаление у советской команды Виктор Кустин отправился на скамейку. И канадцам, на самом деле, очень важно забивать как можно быстрее. Проигрывают они уже в две шайбы впервые в этом матче. Правда, правда. Двумя днями раньше удалось им отыграться и не в такой ситуации. Ну, а советская сборная, напомню, первый матч московской части серии выбрал, выступая по ходу три шайбы. Так что здесь у каждой игры был свой сюжет, своя драматургия. До последних минут нельзя было понять, чем это все закончится. По-прежнему лишний игрок у канадской команды входит в зону в гости и тут же, тут же пытаются довести шайбу до пятачка. Фрэнк Маховлич Эспозита. Передачу Эспозита не проходит, еще раз пытается оно и сделать. Ну и пробросили сезоны и звучит сирена 5-3 после двух периодов сборной СССР впереди. Итак, третий период восьмого матча, 24-й период и последний суперсерии 72-го года. Ничья по победам лучше разность заброшенных и пропущенных шайб в сборной СССР и 5-3 выигрывает она в начале вот этой самой 20-ти минутки. 20-ти минутки, которая должна была судьбу этой серии решить. Вови Кларк тогда на самом деле еще не слишком. Опытным игроком можно было его называть. Это позже тройка с ним в центре и с Биллом Барбером и Реджиличем по краям принесла Филадельфии два кубка Стэнли подряд. В этой суперсерии Кларк тоже здорово сыграл. Я говорил, что вот единственное звено у канадцев в неизменном составе было. Элис и Хендерсон они одноклубники, а вот Кларк с ними впервые вообще попал в компанию вот только за неделю, буквально до начала суперсерии на сборе канадской команды. И очень здорово в это звено вписался. По разу уже выручили Третьяк и Драйден в третьем периоде, а сыгран это только минута. Элис в чужой зоне, но Шадрин поднимает ему клюшку. Ответ сборной СССР. Якушев в противоход голкиперу бросал. Не знаю, дотянулся бы Драйден до шайбы или нет, но она мимо прошла. Анисин. Назад защитнику. Бросок не точно. Драйден уже лежит на льду, но шайба отскативает к Ларку и тот выводит ее в среднюю зону. Лапойнт. Васильев так достаточно аккуратно соперника к борту он прижимал. Партнер шайбы подобрал. Михайлов. Якушев. Смешное сочетание теперь, видимо, советской команды. Михайлов, Петров и Якушев соперника заперли в его зоне, но до броска дела так и не довели. Питер Мохавлич вместе с ним двенадцатый номер и Фрэнк Мохавлич. А это Михайлов. Пас в центр не проходит. Блинов. Пока не расстается с шайбой, но вот Пит Мохавлич появился и выиграл с аптекой. Борьба с силовым и Борьба. Фрэнк Мохавлич в чужой зоне уже канадца. Пит Мохавлич на пятачок. Эспозито не попадает по шайбе, а вот со второго раза попадает и попадает в ворота. Два двадцать семь. В третьем периоде Сыграно пять четыре становится шайбой. Ну вот то, что собственно и характеризует настоящего лидера. Непростая шайба, но совершенно такая экспозиторская. Вот он на дальнем пятачке. Шайбу ловит рукой с лета. Там это и пасом-то нельзя назвать. Просто Пит Мохавлич туда отбрасывался как мог. Так вот шайбу выловил и хоть с первого раза не попал. Все же своего в конечном итоге добился. Пять четыре у канадцев появляется. Проблеск надежды. Чтобы выиграть серую, напомню, им нужно побеждать. Ничья не устраивает. Мальцев. Бросок Мишакова. Ну, у Валерия Харламов мы видели травму получил и Мишаков чаще всего появлялся вместе с Викуловым и Мальцевым в дальнейшем. Мальцева Гарри Синден назвал одним из лучших игроков этой серии. Всесоюзная слава к Александру пришла несколько позже. Сборный тон был, если не новичком, то, по крайней мере, игроком молодым. вот здесь и Драйвену приходится работать. Вот здесь и Драйвену «Драйвену» «Драйвену» «Драйвену»2» еще